Привет, мои дорогие друзья! Сегодня на моем канале Тонькина Кухня я расскажу вам, как приготовить бисквит, который всегда получается. Для этого мы возьмем 180 граммов сахара, 170 граммов муки, 4 яйца, 1 треть чайной ложки соли, чайную ложку разрыхлителя, 30 мл кипятка и 30 мл растительного масла. В чашу миксера разобьем яйца. Добавим к ним сахар и соль. И будем взбивать на максимальной скорости миксера 10 минут. Тем временем просеем муку с разрыхлителем. Прошло 10 минут, яйца взбились. Вот такая вот воздушная масса получилась. Теперь будем вмешивать в них муку. Вмешивать будем при помощи лопатки частями. Когда всю муку вмешиваем, вливаем растительное масло и опять осторожно вымешиваем. Все, ингредиенты объединились. Теперь добавляем кипяток. быстро, вымешиваем, но недолго. Вот такое воздушное тесто должно получиться. Будем выпекать его в духовке разогретой до 180 градусов. Данное количество теста можно выпекать в форме 24 сантиметра диаметром или в двух формах 21 сантиметр. А мне нужен высокий корж, поэтому я буду выпекать в маленькой форме диаметром 18 сантиметров. Но вот она такая вот высокая. переливаем тесто. Чтобы на тесте не образовалось корочки, я накрываю форму фольгой и отправляем в духовку. Вот я достала свой бисквит из духовки. Он выпекался у меня 45 минут. Проверяю его готовность деревянной палочкой. Она выходит сухая из центра бисквита. И бисквит при нажатии пружинит, возвращается к первоначальной форме. Все, бисквит готов. Иногда время выпечки может отличаться. Зависит от диаметра вашей формы. Может варьировать от 35 до 55 минут. Извлекаем бисквит из формы. Вот смотрите, какой воздушный, высокий он получился. После того, как бисквит остынет до комнатной температуры, я заворачиваю его в пищевую пленку. И отправляю на несколько часов в холодильник. После этого бисквит будет меньше крошиться во время нарезки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok